всем привет дорогие друзья с вами алексей тарасов канал виктор студия и сегодня мы будем проводить испытания пч-3 нашей пилы с шиной 2 метра длиной сегодня второе испытание когда мы испытываем эту двухметровую шину 1 оказался не очень удачным и там было парочка ошибок которые мы допустили сегодня мы их исправляем мы поставили туда высокоскоростной двигатель с редуктором скоростным так делать не стоит и мы сейчас ставим уже помедленнее редуктор 30-10 и второе что мы сегодня сделали это поставили штуцер и смазку цепи в области конца шины видите конец шины двухметровой ручку который мы сделали специально для этой шины штуцер масло бак а пока мы готовимся к этим испытаниям переходим я предлагаю вам чтобы не пропустить никаких интересных видео подписаться на наш канал внизу будет кнопочка если вас колокольчик горит красным обязательно жмите его и вам будет приходить уведомление о наших новых видео а вас ждут различные тесты испытания обзоры онлайн-школы по ремонту и обслуживанию наших пил на чем мы сейчас работаем отзывы наших клиентов вести с полей погнали первым делом мы испытаем вот на таком штабеле небольших бревен мы уже эту штуку пилели но шина была метр десять тогда сейчас вот будем двухметровый испытывать конечно это не показатель в маленькой всего-то метр наверно будет это не показательно но нам сейчас важно испытать как работает система подачи масла а затем нас ждут уже более серьезное испытание когда будем распиливать слэбы будем распиливать метровые бревна по диагонали и все для вас и и и и и и и и Девушки отдыхают. Продольный рез Кстати, давай померяем, сколько здесь длина Сто тридцать четыре с половиной, да Никакого сопротивления я не испытал Слышно было по звуку, что скорость постоянная Что это означает? Это значит, пила легко справляется с размером метр тридцать пять Рез отличный, отличный рез Естественно, он ровный, потому что мы пилили вдоль прямым полотном Что хотел сказать еще по характеру пиления Обратили, наверное, внимание, что мы не давим с двух сторон сразу А мы давим попеременно Один упирается упором в бревно, другой давит И то легонечко, это может быть даже просто под весом этой шины Или легкое давление Пропиливаем какое-то расстояние Потом освобождаем эту часть Давим с другой стороны Это чуть-чуть можно приподнять Потом снова эта сторона пилит и так далее Такой же принцип будет и в мини-билорамах По характеру стружки Хотел сказать Вот стружка сейчас идет вот такая Такая красивая Такая красивая стружка, потому что Сейчас зубы заточены под 30 градусов Чтобы она такой не была Зуб затачивают под 10 градусов Цепь будет уменьшать длину этой стружки Почему стружка длинная плохо? Потому что если звездочка закрытая То стружка набьется туда и просто зажмет цепь У нас сейчас, кстати говоря, была открытая звездочка Поэтому забиваться было просто некуда Еще один маленький важный комментарий Если вы пилите вот так, таким вот образом То это не вдоль, как многие считают Вот это вот пиление, как происходит на мини-билорамах Это пиление поперек, как ни странно Хотя, конечно, мы бревно вдоль распиливаем Но, что важно, что зуб режет перпендикулярно волокну Волокно расположено вот таким образом А зуб режет перпендикулярно Поэтому никакого тут продольного пиления нет И смысла на мини-билорамы ставить 10 градусную заточку просто нет Этот смысл появляется, когда пилим бревно вот таким вот образом Когда шина располагается вдоль волокон Вот тогда имеет смысл, конечно, стружку укорачивать Иначе она будет вот такой вот, как мы видим Такой лапшой Сейчас мы померяем длину Полезную длину шины Целиком шина размер имеет 226 см А до штуцера 2 метра честных А вот теперь давай посмотрим, что же такое 2,26 см Откуда они взяли? Давай 2,26,5 см Вот поэтому 226 см эта шина называется Но честных 2 метра Итак, мы нарезали вот такую лапшу Очень легко было Очень легко Не знаю, никакого сопротивления я не почувствовал Если давить сильно, ну зачем? Можно спокойно Спокойно взять и распилить Не торопясь Вот торопиться Такое бревно Купаешь за очень большие деньги Или привозишь его, ждешь там целых 3 года Откуда ты его тащил, вез Или месяц ты готовился бревно Тащил себе И здесь за час спокойно настругал Сколько тебе надо этих слэбов Вон, пожалуйста, можно скамейки делать Итак, наши сегодняшние испытания завершены Я очень доволен Еще раз посмотрим Вообще холодная шина Холодная цепь Ни чуточку не нагрелась Совершенно нисколько Это очень радует Спасибо создателям идей Кто додумался смазывать конец шины Итак, еще раз повторюсь Мы смазываем не как делают конкуренты снизу Мы смазываем сверху перед звездочкой Нам показался этот способ смазки Еще более эффективным Причем мы смазываем не снаружи цепь Как это делают некоторые зарубежные компании Внутрь через канал масляный Подаем масло в паз шины Через этот паз масло поступает на ведомую звездочку И она хорошо смазывается Она ее больше не заклинивает И дальше масло не растекаясь Не разбрызгиваясь Сразу попадает на нижнюю часть шины Смазывая трение Чтобы не было между цепью и шиной Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Задавайте нам вопросы Будем на них отвечать с удовольствием Если у вас появятся какие-то интересные идеи Что еще можно испытать Что еще можно перепилить Пожалуйста, пишите Обращайтесь Будем стараться Или отвечать Или снимать то, что вы предложите Вот мы нашли бревнышко чуть потолще А для начала расчистим дорогу Отметим 2 метра Отметим 2 метра Ура Мы это сделали Получилось Что мы тут видим Мы видим тут сетовый срез Книлая Пилить такую будет неинтересно Легко, но неинтересно Ищем другую Нашли сосеночку Может быть у камня будет потолще А здесь тонкая Вот это будет интереснее пилить Тяжело пилить Ну что перейти интересно 2 метра 2 метра Все, бревнышко готово Посмотрим какой у него диаметр Итак, смотрим 33 Где-то 32 Теперь осталось самое легкое Дотащить Начать и закончить Сейчас мы бревнышко Тоненькое Распиливаем на 3 части И сделаем ролики По ним будет легче Тащить бревно Ну а пока мы его будем кантовать Это сосна Свежий спил Свежеупавшая Выдранная С корнем Все уже мертвое Сама древесина еще свеженькая Так можно поверить, что Древние египтяне Притащили Эти двухтонные Сами Без всякой космической помощи Последние метры Осталось там тащить До места пиления Нужно быть интересно Двухметровая Длинная бревнышко 30 сантиметров Смотрим Открыли масло Подачу Метр девяносто девять Это вот здесь А там на сантиметр больше видно Девяносто девять Девяносто девять Девяносто девять Девяносто девять Девяносто девять Ну что, как цепочка? Меня�-, Hood-дев themed Крива Девяносто девять Девяносто девять Значит, всё у нас работает. Смазка отлично справляется. Масло вообще даже супер. Просто холодное, не то что у нас было. Так, двигатель смотрим. Двигатель нагрелся, он тёплый. Я бы даже сказал градусов 70 он, хотя может и до 105 вполне доходить без ущерба из самого мотора. Смотрим, что у нас получилось с пропилом. Пропил практически идеальный, хотя мы пилили вручную, казалось бы. Очень хороший пропил. Смотрим, что там у нас получилось. Супер. Отлично. Ну что скажешь? Как тебе? Понравилось? Как думаешь? Есть будущее в двух метрах с ЭПЧ-3 Гигант 2000. И это значит, что мы возвращаем строчку ЭПЧ-3 Гигант 2000. А то я уже убрал после первых испытаний в прайсе. Спрятал строчку. Думаю, вдруг не пойдёт. Всё нормально. Работаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok